В начале прошлого века американского священника Гарри Уоррена разбудил звонок. Умоляю о встрече, у меня безвыходная ситуация. Священник ответил, завтра церковь открыта с утра. Наутро святой отец узнал, что звонивший покончил жизнь самоубийством. Потрясенный священник дал объявление в газете. Прежде чем уйти из жизни, позвоните мне в любое время суток. Так и появился телефон доверия, значение которого невозможно переоценить. Эта программа «Возможность есть» о телефоне доверия и поговорим сегодня. Телефон доверия, здравствуйте. Телефон в областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних звонит по 20 раз в день. Помощь по проводам здесь оказывают уже больше полутора десятка лет. До октября 2010-го звонить могли только куряне. Теперь, когда перешли на федеральный номер, круг клиентов расширился. Разница в том, что на сегодняшний день вся область курская включилась и имеет возможность включиться в этот телефон, рассказать о своей беде, о своей проблеме, поделиться своими невзгодами. А порой и наши специалисты решают проблему негатива. Вот именно в эту минуту. Конфликты, непонимание, жестокость со стороны сверстников и родителей. Иногда звонок может стать отправным пунктом в долгой реабилитации. И уже не по телефону. При желании клиента передать его, так скажем, узким специалистам нашего центра. То есть, если это педагогического плана, педагогическая запущенность, то включались социальные педагоги. Если это проблемы медицинского характера, подключали медиков, узких специалистов, медиков. Если это психологические конфликты, если это психическое состояние, то включались наши специалисты-психологи. 8 800 2122. Есть проблемы? Позвони. Консультанты-специалисты проучились в Москве, прошли курсы специализации по работе именно на этом телефоне. Из областного бюджета было выделено около 60 тысяч рублей на оформление кабинета и подключение телефона. Детский телефон с единым всероссийским номером является главным, а порой и единственным этапом выявления неблагополучия как семьи, так и ребенка. Можно позвонить по телефону 8 800 2122. 8 800 2122. 8 800 2122. С переходом на федеральный номер звонков стало в 4 раза больше. Разделить свои переживания с консультантом теперь хотят люди разного возраста. Если раньше звонили дети подростковым возрастом, младший возраст, то сейчас звонят даже маленькие дети. Звонят дети и 5, и 6 лет. Мама набирает номер и передает трубочку ребенку, и ребенок задает детские свои вопросы. В таком возрасте, конечно, детей преследуют страхи. Это мультики всякие, рассказы. Боятся бабокежек, боятся бабаев. И даже приходится с маленьким контингентом работать. И все-таки самые активные абоненты – подростки. У них всегда целый набор проблем, справиться с которыми самостоятельно они не могут. Даже родители оказываются бессильны. Волнует проблема принятия себя, проблема общения, дефицит общения. И, конечно, дети в таком возрасте стесняются у родителей спросить наболевшие вопросы. Поэтому по телефону легче задать, конечно, взрослому консультанту, которого ты не видишь. Трудно поверить, что успешный и коммуникабельный Сергей Рязанов каких-то пять лет назад не мог решить свои проблемы сам. Пришлось набирать номер и говорить с незнакомым человеком об очень личном. У меня были проблемы с общением со сверстниками в школе, в личном плане. То есть проблемы знакомства с девчонками. И этот момент меня очень волновало. Я решил позвонить на телефон доверия. И мне вот консультанты вдохновили, мне подсказали, как надо. То есть очень такое доброжелательное отношение. Вдохновила Сергея консультант Марина. Она была первой, кто выслушал и помог ему поверить в себя. Сергей специально узнавал график работы именно Марины. Общался только с ней. Очень обаятельная, очень внимательная к моим проблемам. И всегда с ней было очень приятно общаться. Поверила в него. И вот у него повысилась самооценка. Он поверил в себя, в собственные силы. Значит, даже способствовала в дальнейшем выбору профессии. Сегодня телефонный друг и советчик Сережи Марина Гуляева стала его хорошей знакомой. Сейчас он делится с ней успехами. Проблемы остались в прошлом. В прошлом для Марины работа консультантом. Теперь она сама учит телефонному общению. Умение расположить клиенту на доверительный разговор. Потом дать понять, что его слышат на том проводе. Уметь вникнуть в эту проблему. Предложить альтернативные пути решения данной проблемы. С ноября на телефон доверия поступило 4 звонка по жестокому обращению с детьми. Ребенка поздно выгнали перед праздниками. Родители скандалили. Специалист поработал с этим ребенком. И ребенок принял решение возвратиться домой. То есть в центр он к нам не поехал. Обращалась женщина-инвалид, молодая девушка, где психическое насилие в семье. То есть ее обижают, унижают, оскорбляют. То есть были с психологом намечены пути выхода из ситуации, как себя вести при возникновении таких проблем. 16-летнего Женю Емельянова звонок буквально спас от неприятностей дома. Ну я посмотрел и телевизор, и, короче, я увидел и рекламу. И там и высветился и номер вот 8 и 800 и 122. Вот. И я взял и позвонил ему. И рискнул позвонить сюда. Вот. И мне ответили, что можно и приезжать сюда и решить свои проблемы. С ноября Женя находится здесь, в областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Подтянул учебу, стал более спокойным. Своим сверстникам советуют не бояться набирать спасительные цифры. Тут думаю, я помогу, и все, я решаю все их вопросы. Довериться незнакомому человеку. Для кого-то это в диковинку. Кому-то телефонное общение спасает жизнь. Я знаю про телефон доверия. Ну, туда можно позвонить, если у вас жизненные проблемы, конфликты в семье, в школе, с друзьями. Ну, там можно получить отдельные советы. Если у тебя случились какие-то проблемы, там, если тебя не понимают друзья, там, как, ну, разобраться в этом. Не все вопросы можно решить с родителями. Нужно позвонить в телефон доверия, там выслушивают, поймут, помогут. Анонимность, конфиденциальность, толерантность – вот базовые принципы телефона доверия. Судьбу каждого собеседника консультанты отслеживают, просят перезвонить и поделиться успехами. 8 800 2 122. Возможность получить помощь есть всегда. Это была программа «Возможность есть». Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин